Всем огромный-огромный привет! Вы на канале ОНОК. Меня зовут Татьяна. Сегодня я вам хочу показать свой нефрит. У меня есть вот такие вот серебряные сережки с нефритом. Я специально поднесла их как можно ближе к экрану, для того, чтобы вы увидели вот такую интересную сетчатость внутри камня. Это как раз характерно для природного камня, когда мы видим переплетение волокон сеток. Это характерно для природного нефрита. Изделие Свердловский ювелирный завод, 70-е годы. Винтажное изделие, изделие без износа. Серьги ни разу я не надевала. Они новые. Нефрит. Камень очень-очень полезный. Это камень, национальный камень Китая. Китайцам известен он со II века до н.э. Китайцы его обожествляют, этот камень. Они его считают камнем земли и неба. Он символизирует ум, гуманность, преданность, правдивость. Камень Победы. Вот мне нравится вот эта вот сетчатость внутри. Нефрит, нефрос – это почка. Его называли камнем поясницы, почечным камнем. Ну и вот такое сокращенное название – нефрит, нефрос – почка. Испанцы столкнулись с этим камнем в 1519 году при завоевании ацтеков. Но они не смогли его сразу оценить. А инки и ацтеки ценили этот камень дороже золота. Ну, вот некоторые люди говорят, что невозможно лечиться камнями, нет никакой магии. Но я думаю, если это было и это остаётся до сих пор, значит, что-то в этом есть. Это же не только торговая марка. Он даёт семейное благополучие, долголетие. Является эликсиром бессмертия. Помимо этих серёжек у меня ещё есть колечко. Если серёжки у нас свердловские, винтажные, то кольцо вот это у меня современное – это циркон-С. Здесь тоже присутствует вот эта волокнистость. Как ещё проверить камень? Нужно постучать по нему. Характерный будет звук. Из него даже делают музыкальные инструменты в Китае. Камень может быть белым, жёлтым, чёрным, красным, зелёным. Ну, может он быть очень дорогим. Я видела в магазинах браслеты. Тысяча евро. Ну, можно и подешевле, конечно, найти. Вот этот у меня тоже свердловский браслетик. Вот три центральных камня – это нефриты. Там тоже сетчатая структура видна. Здесь микс камней, но вот эти вот камни – нефриты. Нефрит, он очень полезен, он лечебен, обладает обезболивающим эффектом этот камень. Обезболивающий эффект, я уже говорила, есть и у сердолика, и у янтаря. Вот хотите – верьте, хотите – нет. Что-то дают эти камни. У меня есть мечта – это вот купить хорошие-хорошие нефритовые бусы. Это и красиво, и полезно, и интересно. Вот. Такая вот какая-то мечта уже сбылась у меня. Есть у меня бусики. Хотя я мечтала о крупном черном жемчуге. Видите, как в той поговорке. Кому-то кушать нечего, а у кого-то жемчуг мелкий. Но я, конечно же, утрирую, потому что все мы думаем о хлебе насущном. И в голодный год питаться вот этими жемчугами ты не будешь. Да и продать их вряд ли получится. Это просто, вот знаете, такое вот какое-то удовольствие. Вот такие вот бусики. Мелковатый, мелковатый. Вот у моей подруги прямо крупненький. Наверное, даже покрупнее вот этих. Но вот эти у меня очень длинные. Их в повседневный наряд не используешь. А вот эти вот, они маленькие. 45 сантиметров всего. Как-нибудь покажу с примеркой. Они вот нечто среднее между черным и розовым. Но все-таки относятся к черному жемчугу. Ждали они меня очень долго в магазине. Но как-то дождались свое время в определенное. Даже бирочка у меня сохранилась. Сейчас вроде бы как уже эта фирма не работает. Вот такой вот жемчуг. Там написано жемчуг, цирконы. Цирконы. Это вот здесь вот на вставочках. Вот на этих. И золото 585-й пробы. Так, немножечко я вас познакомила с нефритом. Ну, нефрит у меня с периодичностью появлялся. Один комплект я подарила своей подруге. Она тоже с удовольствием носит. И один комплект я подарила своей тете. Она тоже несколько лет его носила, не снимала. Вот такая интересная штука. Всем удачи, дорогие друзья. И желаю всем, чтобы сбывались ваши желания, ваши мечты. Никому не болеть. Субтитры сделал DimaTorzok